Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. И всем здорова, с вами Антромир. Сегодня в ролике мы поговорим о жёстком нёрфе Кайоперика в GTA Online. С выходом обновления Нарковойны Лос-Антоса разработчики добавили множество изменений в игру. Эти же самые изменения ставят палки в колёса при ограблении острова. С каждым новым обновлением Кайоперика кастрирует всё больше и больше. Видимо, разработчики решили, что карточки Shark покупают слишком мало, поэтому они идут на такие меры. Ну а перед началом ролика не забывай про лайк и подписку на канал. Для тебя это пару кликов, а для меня целое продвижение. Ну а теперь погнали в сам видос. Всем желаю приятного просмотра. Вообще, сам по себе нёрф-ограбление не такой уж критичный, как кажется на первый взгляд. Одним из важных изменений, по мнению разработчиков, стало то, что теперь охрана на острове видит своих спящих товарищей и сразу же поднимает тревогу. То же убийство Джиггернаута теперь становится проблематичным. Также теперь с небольшим шансом при выходе с комплекса тупо по приколу может подняться тревога. Ещё вас могут обнаружить при выходе с хранилища. Это связано с тем, что спаунится новый поток охранников и уже они палят трупы. Да, совсем немного эта система работает через жопу. Да, это реалистично, но всё же теперь ограбление Кайоперика стало куда хардкорнее. Ведь теперь, чтобы расчистить путь, приходится думать, а стоит ли убивать охранника и более тщательно продумывать свой маршрут. Но я вам скажу, что вот это вот изменение с охранниками, оно вообще практически не мешает прохождению. Если всё грамотно сделать, то всё будет легко. В конце ограбления пофиксили глич, который вам позволял повторять ограбление. Теперь при отключении интернета всё ограбление будет засчитываться как пройденным. Поэтому фармить уже жёстко не получится. Но есть один способ на ПК, связанный с режимом полёта, который всё же позволит вам реплеить ограбление. Нужно просто ловить более точные тайминги и не более. Но об этом я расскажу в одном из других роликов. Либо просто загуглите, способ всё ещё работает, но на костылях. Что у нас там по поводу способа, который позволял нам попадать на склад при ограблении в соло? Способ как и с деревом, так и с балконом всё ещё работает. Фиксить это всё дело разработчики, видимо, не собираются. Но если вы вдруг не знаете, как сделать этот глич, то можете посмотреть по подсказке справа. Там я всё более подробно и чётко разъяснил. Способ реально годный, позволяет вытащить слитки в одну харю и главное, вам за это ничего не сделают. Так что насчёт этого можно не переживать. Ограбить доки сейчас чуть сложнее, чем раньше. Так как там есть множество охранников, у которых есть свой маршрут. И если этот охранник увидит труп, соответственно он поднимет тревогу. И чтобы таких ситуаций не происходило, достаточно убивать в первую очередь тех охранников, у которых есть маршрут. А те, которые тупо зациклены на одном месте, они вообще никакой сложности не представляют. Так что доки стали чуть сложнее, но не прям уж сильно. Ну а на этом всё. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был интересным и полезным, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Как я сказал в начале ролика, нёрф есть, но он не критичный. Единственное, что вставляет палки в колёса, так это отключение интернета. Но всё же обход есть, к сожалению, только на ПК. Конечно, если попробовать тайминги на консолях, возможно что-то из этого получится. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер, всем удачи, всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть ещё вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok